К логистическому центру Бремина, где сейчас расположились мигранты Лукашенко, начали подъезжать автолавки со всякой едой, с упакованными продуктами готовыми и так далее. То есть, каким-то образом начали налаживать их быт. Я не думаю, что эти люди останутся там на долгое время, потому что некоторые из них все еще фантазируют в их фантазиях, они как-то пройдут через территорию Польши и пройдут до заветной Германии, где на них просыпется дождь из евро и ненужность работать всю оставшуюся жизнь. То есть, там, где они рассчитывают осесть, понятное дело, что большинство рассчитывает на то, что они работать больше никогда не будут, а немецкие налогоплательщики обо всем позаботятся. О их бытии, об их детях и так далее, и так далее. Но речь сейчас не об этом. Пока что они находятся в Беларуси, пока что они находятся в вот этом вот центре Бремина, который принадлежит одному из кошельков Лукашенко, это раз, а второе кошельку Лукашенко, который попал под санкции. То есть, этот человек зависимый со всех сторон, и хочешь не хочешь ему пришлось там разместить вот этих вот мигрантов, того же самого Лукашенко. А другая часть мигрантов, меньшая часть мигрантов, на настоящий момент находится в аэропорту Минска, где от АТО будет вылет самолета, куда зарегистрировалось на вылет около 400 человек. Наверное, может, будет и побольше. Это большой войн, который пригнал туда иракское правительство, которое, в свою очередь, будет этих людей оттуда эвакуировать. Еще четверть мигрантов поймали на границе Украины. Ну, у нас разговор короткий, их немножечко вмачили и на высылку назад в Беларусь. Интересно, что задержали их не пограничник, а местная территориальная оборона. Сейчас люди довольно-таки серьезно озабочены этим вопросом. Соответственно, территориальная оборона знает прекрасно места, где потенциальные мигранты могут перейти границу. Соответственно, их там отлавливают и отправляют назад. То есть, в Украине в этом плане все гораздо жестче, чем в Польше даже. То есть, никто не собирается их терпеть даже пяти минут. Вот такие вот, ребятки, новости. Обращаю еще раз внимание, что Меркель повела себя неподобающим образом. За спиной поляков пыталась о чем-то там договориться с Лукашенко. Хотя с ним договариваться вообще ни о чем нельзя. Он использует все договоренности только в своем, только в своих интересах. И, к сожалению, Большого Меркель просто-напросто, можно сказать, сдала Польшу с потрохами, когда начала с ним договариваться за спиной у польского правительства, о чем с негодованием сказал президент Польши Дуда. Ну, бог ей судья, как говорится. И обсуждать ее уже, как говорится, пустое место, потому что это зря. Скоро в Польше, ой, в Польше, скоро в Германии будет новый канцлер. Возможно, он есть, скажем так, надежда на то, что он настроен совершенно по-другому, чем Меркель. И отношение его к Лукашенко будет совершенно другое. Пока что Меркель умудрилась вывести из-под санкции Белавия под какие-то там гарантии Лукашенко в том, что они перестанут, видите ли, возить мигрантов из нескольких аэропортов, откуда они их возили. То есть, с моей точки зрения, это чистой воды предательство. Это чистой воды нож в спину Европы. Вот именно почему, и я еще расскажу об этом, на эту тему будет отдельное видео, почему они не опубликовали список санкций сразу же. А написали просто, что вот санкции могут быть вот такие вот, сюда и туда. То есть, как бы границы санкций обрисовали, а сами санкции не опубликовали. Как результат, вот Белавия аккуратно этих санкций избежала. То же самое Шамвинкс. Никто на них ничего не накладывал. Всему вина, я абсолютно уверен, позиция Германии. Такой же позиция Германии, мягче сказать, есть такое слово, подлинненький. Подлинненький, подлинненький. Вот такой же подлинненький позиция Германии была в 2014-2015 году, когда Россия напала на Украину. Вот они творили то же самое. Ну, поляки, имейте в виду мысль. Мы это уже хлебанули, сейчас хлещете это в эту германскую подлинненькую позицию вы.